Добрый вечер! И снова Ночь Нокаутов на НТВ. Лучшие бои, лучшие бойцы, лучшие нокауты. Сегодня и в последующих программах вы увидите Батербина этого монстра из четырех раундов. Диабеллио Суртадо, звезда кубинского бокса. Порфи Паэс, фантастический бой с Калвином Гроу Ну, а начнем с боем Крузера Крузер это вес до 86 килограммов, был тогда Сейчас он уже до 90 килограммов Роберт Дэниелс, экс-чемпион мира, 37 побед, 30 нокаутов Три поражения, одна ничья Он из Майами Сегодня он претендент Этот боец из Нидерландов, сейчас он живет в Соединенных Штатах Тогда жил, вернее, 21 победа, 0 поражений, 15 нокаутов Дон Диего Пудер Чемпион мира Диего Пудер Ощущает свой титул Сегодня разыгрывается вакантный титул чемпиона По версии ИБО Международная боксерская организация И начинаем мы показ с 10 раунда Роберт Дэниелс Очень хороший в прошлом боксер Был у него тяжеленный бой с нашим Сергеем Кобузем Тогда Дэниелса просто сломал Сергей Но здесь все поворачивается по-другому Жестокая комбинация, несколько ударов Пудер встает Но надолго ли? Левый крюк Заканчивает все дело Дэниелс А надо признать, никто не ожидал, что он выиграл Тогда Доктор там хлопочет Говорит, дыши, дыши Но боец по-прежнему без сознания Неудивительно, когда за этими ударами Вес под 90 килограммов Вряд ли можно подняться Так быстро Вот так Роберт Дэниелс снова стал чемпионом Дэниелс Дэниелс Итак, Диабелес Уртада против Зарате Мексиканец был чемпионом Мексики В своем весе А вес этот до 63 с половиной килограмм Диабелес Уртада Это кубинская звезда 240 боев на любительском ринге Чемпион мира Среди любителей И обладатель множества других титулов Он потрясающе провел бой против знаменитого Пернелла Витекера Никогда еще сладкая слива Это прозвище Витекера Не оказывался так часто на полу в бою И тем не менее Витекер взял свое В конце боя Он просто сломал Уртад И вот сейчас Уртада по-прежнему полон уверенности в себе Выходит на ринг К этому времени он занимал восьмую строчку В рейтинг листе Самой престижной, может быть, боксерской организации WBC Арон Зарате 26 побед 7 поражений 16 нокаутов Одна ничья Он из Толуки Мексика 16 побед Везет на полу в бою Стоит на нокаут Элихо Де Толука Мексико Вот Эрин Зарате Зарате Стоит на полу в бою Стоит на полу в бою Возвращая Белые трюки Белые трюки Белые ассессоры Он весит 140 лб 140 фунтов Вес 63,5 кг 22 побед На профессиональном ринге Одно поражение Тогда от Веттекера И 14 побед Нокаутом Диобелиус Уртадо Член команды Куба Либри Которая базируется В Майами Стат Флорида Диобелиус Уртадо Уртадо 10 раунд Джуньор Велтервейт Бой рассчитан На 10 раунд Уртадо Очень опасный боксер Мы помним В свое время Он дважды Отправлял на пол Костю Дзю Пока Костя Не взялся за него Всерьез И не сломал Его ударами По туловищу Он очень хорошо Двигается И у него Фантастически Быстрые руки Не было Нокдауна Считает Рефери Публика Недовольна Многие Видели Что удар Прошел По цели Несмотря на размашку На большую траекторию Ударов Уртадо Тем не менее Они Очень быстрые И всегда Достигают цели Кроме того Он умеет Бить Длинные комбинации Раз за разом Уртадо Бьет Правый кросс Замахиваясь Телеграфируя Противнику О том Что будет Сейчас удар Тем не менее Заратая Пока еще Не смог Приспособиться И уже Не сможет Длинная комбинация Из длинных ударов Уртадо На повторе Мы увидим Сейчас Как это было Смотрите Четыре удара Две двойки Слитно Бой в свою пользу Ну а сейчас Баттербинт Против Тима Полларда Это вообще Анекдотический Персонаж Этот Баттербинт Самопровозглашенный Король Четырехраундовых Бойцов Так он себя Называет Чемпион мира Вот в этой формуле Четыре раунда На больше Его никогда Не хватало Он и не пытался Вести бои Больше четырех раунд Но все Кто соглашался Драться с Баттербином Даже в этой формуле Четыре раунда Потом горько Об этом жалели Баттербинт Вот он Красавец Был когда-то Чемпионом В соревнованиях Самый сильный Человек А потом Перебрался В бокс И потребовалось Где-то Двадцать пять Боев Прежде чем Он научился Боксировать Он выходил Просто бить Но учитывая Его колоссальный Вес Не каждый Мог выдержать Эти удары Эта туша Весом Под сто пятьдесят Кило При этом Очень приличная Скорость И настойчивость В бою Полард В этом бою Легче На сорок Килограмм Чем его Против Несмотря на то Что Полард Большой парень По тербину Тридцать два Года Двадцать девять Лет Поларду Полард Выше На десять Сантиметров Леди И гентльмены Сто девяносто Три сантиметра У Поларда Рост Легендарный Залп Blue Horizon Голубой Горизонт В Филадельфии Полард Имеет Довольно Приличный рекорд Для Начинающего Бойца Шесть побед Четыре поражения Две ничьих Пять побед Нокаутов И единственная проблема Поларда Все бои Которые он проиграл Он проиграл Нокауты Все четыре боя В патриотическом Американском Одеянии Бэттер Бин У которого 37 побед 28 побед Нокаутом Одно поражение Одно ничья Приветствую Руди Баттл Из Филадельфии Известный рефери И вот бой Длинный Полард Делает Все по науке Двигается И бьет Издалека Левым И пока не осмеливается Всерьез бить справа Баттурбин научился Защищаться Раньше он пропускал Много ударов Ставит блок И ждет Своего шанса Подпирает Поларда И пока Ничего не делает Бороться С баттурбином Себе дороже Утаскать Такую тушу По ренгу Можно устать И посмотрите Как быстро Действует Баттурбин Когда бьет И вот и все Баттурбин Смотрите Какой быстрый удар Для человека Который весит Столько Сколько весит Баттурбин С уклоном влево Длинный такой Свинь И все по цели Минута 37 секунд Первого раунда Баттурбин 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 Баттурбина Довольно редкий случай бой проходит в Техасе. Последнее время Техас стал нежелательным местом для промоутеров и боксеров, потому что местная атлетическая комиссия вдруг вздумала облагать налогом всех промоутеров, которые будут там бои проводить. Вот поэтому техасы уже не так часто будут видеть бокс. Бейден в полосатых трусах. Долго что-то прицеливаются. Застоялся Ломи, понятная идея. Лишь там долго ждал. Ты в порядке? Ты в порядке? Не в порядке, Вейн. Лонан на полу, Вейн празднует победу. Удар был навстречу. Успел садить этот правый. Встречный удар самый опасный, что может быть в боксе. Встречный удар. Встречный удар. Встречный удар. Вы все сами слышали. Ну а сейчас внимание Форхе Паэс против Калвина Гроу Огромный зал Мехикале в Мексике Калвин Гроу Чемпион мира Потерял свой титул в бою против Форхе Паэса Вот как это было тогда Гроу в белых трусах Он на чужой территории Он приехал в рамки чемпиона Бой был ровный И все решилось в последнем пятнадцатом тогда раунд Огромная арена Мехикале была забита до отказа Все понимали, что Паэса ждет серьезное испытание в этом бале И все очень волновались Не волновался лишь Паэс Вот он В этом странном одеянии Странный танцы Странное шоу, которое портит Калвин Гроу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Паэс по кличке Маромеро Двадцать девять побед на него Двадцать три победы нокаут Зал замер В ожидании Игров Советует проверить Нет ли излишков вазелина На голове Противника Рефери подчиняется Мы начинаем пока с третьего раунда Паэс Абсолютно раскованный Абсолютно свободный боксер Он владеет своим телом Неудивительно Он же бывший акробат Блестящий Он умеет использовать вес Он умеет вкладываться в удар И умеет держать нужную ему дистанцию Пятый раунд идет Паэс Хозяин в ринге Никто не ожидал такого поворота Седьмой раунд Паэс Снова в атаке Гров Который очень хорошо двигался Который умел действовать с дальней дистанции Здесь Просто растерялся Паэс Паэс просто громит его Причем делает это не торопясь Не удара по щечины Справа Рефер не обращает внимания Мексиканец уже не боксирует Он просто бьет Идет и рубит Дроу явно не ожидал Удар пришелся высоко В лоб И все равно Сбил с ног Экс-чемпиона мира Нет нокдауна Говорит рефер Нет так будет Решает Паэс Ничего еще не кончено Гонг спасает Калвин и Гроу Вот Первый нокдаун Видите Насколько высоко Пришелся удар Калвин Ты знаешь Калвин Ты получаешь Давай Калвин просто потерялся Он уже не пытался Даже встретить против Остановить ее Трудно описать словами Что тогда творилось На этой арене Ласа де Торос Одиннадцатый раунд Гроу пытается Что-то сделать Но делает это Слишком размашисто Слишком уж Неприцельно Это уже жесты Отчаяния Не видал АПС действует Очень уверенно А самое главное Очень разнообразно Не поймешь Откуда вылетит удар Хлесткий крюк Он отмеряет дистанцию Левой Просто откровенно Нахально Подходит И после короткого уклона Всаживает левый апперкот Точно в подбородок Вот так тогда закончился Этот бой Бой Которого ждали в Мексике С большим волнением И после которого Началась Общенациональная Фиеста Чемпион Чемпион Крутит свои сальто Он вне себя От радости Оргей Паэс Посмотрите Как это было Вот этот удар Удар Был нанесен Слабой рукой Левой рукой Ну какой силы Был удар Эй Пилкончик И удар Чистое попадание Оргей Паэс Остался в истории Мексиканского бокса Как один из самых Интересных И захватывающих Воображений Боксера Субтитры сделал DimaTorzok